Тяжелая обстановка, напуганы очень люди по подвалам в основном. Куда-то выйти бегом, быстрее в дом. Потому что да, не знаешь, когда прилетит и куда прилетит. Очень опасно. Вы видите, какие обстрелы. Обстрелы идут тяжелыми кидают. Тяжелыми ракетами и всем таким тяжелым кидают. А что, прилетело, был дом и нема дома. Российская армия не оставляет попыток продвижения в Донецкой области. Проблемных участков с момента, как россияне перехватили, инициативу стало больше. Среди них север региона. На Лиманском направлении оккупанты стараются зайти в тыл силам обороны на северском выступе. Из-за этого город Лиман подвергается регулярным массированным обстрелам. Лиман – это и логистический хаб вооруженных сил Украины, ну и, соответственно, ключевой пункт обороны. Опять-таки, выход на Лиман дает возможность фактически флангового охвата украинской группировки в Донецкой области. То есть, опять фланга зайти в район Славянска, Краматорска и, соответственно, Константиновки. Их вот эта агломерация интересует возможности, я же говорю, создания оперативного окружения украинских войск на контролированных вооруженными силами Украины территориях. Влияет на обстановку на севере Донецкой области и ситуация на Харьковщине. 10 мая российские войска пересекли границу около Волчанска и Липцев. Эксперты считают, что это было сделано в большей степени для того, чтобы растянуть линию обороны ВСУ и отвлечь внимание от Донецкой области. Так как от идеи оккупировать весь Донбасс захватчики не отказались. Везде их продвижения на сегодняшний день носят атический характер. Везде позиционная борьба идет. Больших прорывов серьезных на сегодняшний день, где-либо сейчас предполагать, я бы не стал. Противник для того и щупает нашу оборону, пытается ее растянуть для того, чтобы найти слабое место и там побольнее ударить. Туда же и Харьковская область. Была тревога насчет Сумской области, она не оправдалась. Захват Рыжики там не случилось. Там, очевидно, ДРГ действовало и поднялся небольшой переболох. Однако опасность остается без Сумской области. Поэтому все их действия, это попытка растянуть наш фронт, заставить нас маневировать из зервами, чтобы ударить на каком-то участке и найти слабое место. Пока это рассматривается, основной направлением это Покровское направление. В поисках слабого места российские войска обстреливают из всего возможного вооружения как позиции ВСУ, так и населенные пункты вдоль линии фронта. Сильно достается Лиману и громаде, где на данный момент проживает порядка 9,5 тысяч человек. За последние два тижня участвовалось больше обстрелов. Это населенные пункты как в городе Лиман, так и в округе Дробишево, Новое, которые находятся практически рядом с линией фронта. 6 июня Донецкая областная военная администрация объявила о принудительной эвакуации из лиманской громады семей с маленькими детьми. Данная процедура будет длиться в течение 60 дней. У нас уже принято решение о проведении обязательной эвакуации, и она сейчас там продолжает. Во-первых, люди уезжают самостоятельно, понимая эту безопасную складовую. Буквально был мощный обстрел населенного пункта Дробишево, и в день произошел обстрел, были ранены цивильные, и уже сегодня вечером вернулась родина за допомогою эвакуации. То есть была родина с детьми, и они сказали, что в таких условиях жить просто невозможно. На данный момент мы рекомендуем нашим местным жителям, как в городе Лиман, так и в всей их громаде, эвакуироваться в более безопасные места Украины, потому что мы видим, что ворог активизировался, для того, чтобы сохранить свое жительство, мы рекомендуем людям эвакуироваться. Ну да, с детьми надо выезжать, я тоже так думаю. Детей надо беречь, детей надо вывозить, я так думаю. А там каждый решает, каждый родитель решает сам. Я и внуки эвакуировал, я своих уже 2 года назад, это 3 года. Я сам пока тут остався, так что мне уже на старость лет не хочется никуда ехать. Ну а так, это обстановка такая, мне очень приятно, но пока выживаем, как можем. Северная часть Донецкой области была оккупирована в 2022 году. Фронт остановился по реке Северский Донец, и Святогорская и Лиманская громады почти полностью были захвачены россиянами. За время оккупации армия РФ совершила многочисленные военные преступления, а напуганные местные жители боялись выходить из своих домов и укрытий. Я никуда не выходила, я живу в частном секторе, и соседи повыезжали, и не было чем заниматься. Утки, куры, коты брошенные, хозяйство. Я в огородах смотрела за домами, за хозяйством, так 3 месяца и продержались. Слава Богу, что только 3 месяца. Север Донеччины был освобожден в ходе Харьковской операции. Так, Лиман находится под контролем Украины с сентября 2022 года. Но эти территории и люди остаются здесь как будто в лимбе, в подвешенном состоянии. Из-за близости фронта и угроз России снова зайти на эту территорию. Поэтому глобально здесь ничего не восстанавливается. В часть населенных пунктов вернули свет, но с электричеством не все. Также поставили несколько модульных душевых и прачечных в Святогорске и Богородичном. Кому-то с восстановлением помогли власти, кому-то волонтеры. У меня дом повреждения получил 4 мая, когда еще 8 рядом было. Сразу же и струйматериалы дали, накрыли крышу, окна забили. Волонтеры работают, администрация работает. В остальном люди выживают как могут, говорит житель лимана Иван. Вон грядкой занимаюсь, я то на рыбалку пиду, схожу, душ прийму там на озере, и все, вся работа. Если тихо, а если шумно, то никуда не идут. А так, ничего, поливаю грядку, полю, хожу. Такие грядки можно заметить почти у каждого многоквартирного дома. Местные жители таким способом стараются хоть как-то вырастить для себя овощи и фрукты. Да, для себя, потому что тут базар есть базаром, это хочется свое. Каждого у нас была дача, занимались, а сейчас осталось себе ничего. Часть из оставшихся людей пережили оккупацию в 22-м. Но, несмотря на это, многие из них все равно не собираются эвакуироваться, даже если речь будет идти о повторном захвате их городов и сел. Не с чем людям выезжать. И куда? Куда? Вот скажите, куда людям? Вот даже с детьми. Вот у нас на работе отец-одиночка, он работает на железной дороге, две девочки у него. Выезжать куда? Он потеряет работу? Не за что. Куда ему что? Предоставят дом, квартиру, дом. Куда ему выезжать? Спустя почти три года полномасштабного вторжения у людей все те же причины остаться дома. Отсутствие финансов и возможностей, а также ограниченные объемы помощи. Например, все это на себе ощутили жители Богородичного, которое находится рядом со Святогорском. Там не дуже приймают тех, кто выезжает. Там есть проблемы. Ну и нам приходилось жить за тысячу гривен на харчу тратить. Тысяча в месяц. Вот вдвох. Так что подумайте, как оно это. Так тогда мы по две тысячи получали этих, ВПО получали. А сейчас я не знаю, как люди выживаются. Я просто, меня это очень взбентежило. Я даже не знаю, как они живут сейчас. Ну, конечно, жилось не очень хорошо. Ну, жила. Приехала, решила приехать в село. Написали, что нема света, нема ни до ничего. Дали мне все предоставили. Генератор привезли. Продукты возят. Да, не обижают нас насчет этого. Тем, кто не выезжал и решил вернуться обратно, местные администрации Северообласти и волонтеры оказывают помощь. Ну, на данный час гуманитарную допомогу, наши гуманитарные фонды не останавливаются, но меняют маршруты, меняют график, потому что у нас был случай, когда люди собираются получать гуманитарную допомогу, а, возможно, дрони, возможно, координаторы сдают позиции, и туда были прильоты. Поэтому на сегодняшний день график меняется, но люди постоянно находятся и получают гуманитарную допомогу. До полномасштабной войны Лиман был довольно крупным железнодорожным хабом. Сейчас здесь повреждена вся критическая инфраструктура, нет работы, открыто лишь несколько магазинов. Развит здесь был рекреационный туризм, голубые озера, красивые хвойные леса. Это достояние Донеччины в связи с частыми обстрелами лиманской громады уничтожается пламенем. Пожары угрожают не только лесу, но и близлежащим населенным пунктам. Обстрелы тем временем только усиливаются. Ну все в шоке, все в шоке. Знаете, как отходим от шока, а так, ну потом куда деваться? Жить-то продолжается, неизвестно сколько что-то будет. Вот два ты ж не будешь сидеть в подвале. Пока россияне продолжают безуспешные попытки продвинуться в направлении Лимана, люди в населенных пунктах района уже третий год страдают от ежедневных обстрелов. Облегчают эту ситуацию лишь действия волонтеров, городской администрации, эвакуация, на которой так настаивают чиновники. Ну что, держимся. Мы надеемся, что все-таки Лиман будет Украина и нас как-то защитят.